На этот раз злоумышленники работали на долгосрочную перспективу. Они выманивали у людей личные данные. Вариант дальнейшего сценария – жертву с помощью полученных ранее данных убеждают в том, что ей звонят сотрудники службы безопасности банка или правоохранительных органов. О доверии в этом случае – пароль от сейфа с деньгами. Граждане, помните, сотрудники Росстата и переписчики не могут позвонить по телефону или прислать СМС с предложением пройти перепись. Они не запрашивают информацию по электронной почте. Как понять, что к вам пришел настоящий переписчик? Шарф с символикой переписи. Удостоверение с официальной печатью, голограммой и подписью руководителя Росстата. Оно действительно только при наличии паспорта. Планшет для заполнения переписных цифровых листов. Жилет с официальным логотипом переписи и светоотражающими элементами. Сумка с надписью Росстат. Напоминаем, всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Принять в ней участие можно как онлайн, так и оффлайн.